Активами единого накопительного пенсионного фонда будет управлять Нацбанк. При этом инвестиционную стратегию будет вырабатывать специальный совет при президенте страны. Для управления активов будут привлекать иностранные компании. Ведь отчасти именно из-за того, что существующие сегодня частные НПФ не рисковали и не выводили ценные бумаги за рубеж, доходность оказалась низкой. Вы пишете, что управляющий инвестиционным портфелем может быть как наши компании, так и зарубежные. Когда наши компании там понятно, можно лицензию отобрать, если что-то не так сделали. А вот если зарубежная организация, здесь написано, она будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законом иностранного государства. Риск есть определенный, возможен кипрский вариант. Соответствующие обязательства и ответственность сторон предусмотрены в договорных отношениях. 10 тысяч безработных сотрудников – еще одна острая проблема. После принятия нового закона люди, которые работали в частных пенсионных фондах, решат со своих мест. Правда, министр труда поспешил успокоить депутатов. Лучших возьмут в филиалы единого накопительного пенсионного фонда. А другим – как повезет. С остальными будем решать вопрос в законном порядке. Также в правительстве заявили, в случае досрочного закрытия пенсионных фондов руководство будет отвечать по закону. Те накопительные пенсионные фонды, которые сегодня работают по лицензиям, обязаны соблюдать правила. В обратном случае лицензию отзовут досрочно, со всеми вытекающими последствиями для менеджеров, совета директоров и для акционеров. Реагировать будут и на случай невыплаты заработной платы. Если будет соответствующее обращение, мы будем выявлять и жёстко наказывать. В случае принятия закона, пенсионные накопления граждан будут переведены в ЕНПФ в полном объёме. Передача индивидуальных счетов вкладчиков и их накоплений будет проходить в сжатые сроки.